Зенитные ракетно-пушечные комплексы на крышах правительственных зданий в Москве. Российские панцири, очевидно, должны обеспечить противовоздушную и противоракетную оборону российской столицы. Правда, в соцсетях воодушевления среди россиян не видно. Победа над Украиной за три дня идет по плану. 11-й месяц, несомненно. А жителям московских многоэтажек уже включили в квитанции ЖКХ оплату за ПВО, установленные на крыше. ПВО на крыше – это колотить понты, а не для безопасности. Тогда вопрос – зачем? Отвечаю. Дохнущий режим готовит провокации с участием гражданского населения. Отработанная тема. На днях заметили установку ПВО и в подмосковном поселке Заречье, в 10 километрах от резиденции Путина, в Новоогорёво. А еще одно – в деревне Ящерова Новгородской области. В 6 километрах от нее тоже находится очередная резиденция российского президента. Сначала в Госдуме заявили, что опубликованные фото и видео не настоящие. Но когда интерес публики возрос еще больше, в Кремле отказались что-то комментировать и перенаправили к Минобороны. Там же заявили, что проводят учения. В Московской области состоялась тренировка с личным составом Зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты. Из сообщения Министерства обороны Российской Федерации. Военные эксперты считают, что развертывание ПВО может быть связано с украинскими разработками беспилотников, которые могут преодолевать большие расстояния. С точки зрения военно-стратегической, потому что посмотрите от границы напрямую, там чуть больше 500 километров. А как они уже знают, что удары наносились по Энгельсу, то есть за 800 километров. И наш Укроборонпром в конце прошлого года анонсировал, что проводятся испытания ударного дрона с дальностью более 1000 километров. Поэтому надо реагировать в связи с военной целесообразностью. И, значит, они организуют противовоздушную оборону. Устанавливать панцири на крышах высоток абсолютно нецелесообразно, заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Фридом». Ведь это легкая мишель для противника. Сегодняшние вооружения, такие как и беспилотники, и ракеты, они между домов летают. Поэтому нахождение на 20 этаже панциря, ну это то же самое, что танк поставить туда еще рядом с ним, там Т-72 или другой, ну никакого смысла не имеет. Бункеры Путина сегодня охраняются средствами ПВО. Не россияне, не их дома, не их семьи, а вот бункер диктатора российского. В Американском институте изучения войны считают, что столь демонстративное развертывание системы ПВО в центре Москвы является частью информационной операции по запугиванию россиян. Так Кремль пытается подготовить граждан к очередной массовой волне мобилизации.